Детская юношеская литургия состоялась в Улан-Удэнской епархии. За архиерейским богослужением в Свято-Одикитринском соборе Улан-Удэ дети разных возрастов, из разных приходов пели, читали богослужебные тексты, помогали священнослужителям. Обо всем по порядку в материале епархиальной пресс-службы. Сегодня необычная служба. Часы перед началом литургии читают юноши. В ходе богослужения молитвы, возносимые митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом, подхватывают юные голоса. Необычайно много детей собралось в один из воскресных дней в Свято-Одикитринском соборе города Улан-Удэ. Кому-то петь на богослужении не впервой. Кто-то только познает азы церковного пения. В этом деле необходимо что-то знать наизусть, что-то уметь читать с листа, слышать педагога и друг друга. Но так или иначе, перед тем, как принять участие в литургии, детям и их наставникам пришлось потрудиться. Юных церковных певчих в этом ответственном деле поддержал взрослый состав архиерийского хора Свято-Одикитринского собора. Архипастырю во время богослужения помогали юные подьяконы. Они знают, как подготовить облачения, открыть царские врата, подать дикирий и трикирий. В таком ответственном и богоугодном деле без знаний и навыков не справиться. Вот я вот просился в шесть лет, мне сказали, дорасти до семи. В семь я пришел. Год я стоял, я смотрел на все. Потом первый раз в восемь лет меня поставили на прямой кирий. Я долго, долго я стоял, иногда путал все. Но где-то в восемь, в девять, где-то уже пришло понимание и смог хорошо уже все сделать. В детской и юношеской литургии приняли участие национальная организация Витязи, Верхнеудинской дружины, молодежный клуб Херувим, ученики православной классической школы святителей Иннокентия Иркутского, воспитанники воскресных школ Ильинского, Никольского храмов, культурно-просветительского центра Адзигитрия и, конечно, малыши православного детского сада Иванда Мария. Лучше это делать, конечно, еще с малых лет, чтобы ребенок познавал всю суть и истину веры нашей. Конечно, не все всегда дается легко, но если постепенно служить, а также все это учить, знать, посещать храмы, то ты уже выучишь это, и ты будешь как на плаву. Кроме прихожан Адзигитриевского собора и мирян, приехавших в других городских храмов, в этой детской и юношеской литургии приняло участие около 150 детей, от малышей 4-5 лет до взрослых юношей и девушек. Детское пение называют ангельское пение, потому что дети, они не злопамятные, открытые, искренние, и, получается, у них происходит через пение общение с Богом. Ну, такое вот первое общение. А когда происходит общение, ребенок чувствует, что помощь есть. А то все же подростки, которые постарше дети, а у них такой период, когда их никто не понимает, мама, папа, педагог. Но если он умеет молиться, он сможет не пустить руки в тяжелой ситуации, он сможет найти общение с Богом, узнать, что он найдет утешение, его поймут. И все начиналось с пения на литургии. Наталья Шупрецова, пресс-служба в Лануденской и Бурятской епархии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова